Ребят, всем привет! Вы на канале Простая Политика, и сегодня я для вас подготовил любопытный материал того, как с помощью математики посмотреть реальные итоги голосования на прошедших выборах президента. Вы могли видеть много разных видео в сети с бросами, всякими махинациями на избирательных участках, и создалось, наверное, впечатление, что тут что-то не все чисто. И интересно было посмотреть, какие на самом деле итоги голосования. В этом нам помогут два математика. Это Карл Гаусс и Сергей Шпилькин. Вот этот график именуется нормальное распределение Гаусса. Что он означает? Если итоговые данные, которые у вас имеются, являются суммой многих случайных слабо между собой зависимых чисел, то при определенной математической обработке получается вот такая кривая с одним пиком. Такими данными могут служить итоги голосования по каждому избирательному участку в России, и Сергей Шпилькин решил проанализировать их. Что же получилось после математической обработки информации? Там, где график имеет только один пик, значит, что итоги выборов подчиняются нормальному распределению Гаусса, и на итоговые данные не влияли какие-то посторонние факторы, типа приписок, вбросов, подвозов и так далее. Значит, выборы прошли честно. Если график имеет несколько выраженных пиков, то это означает, что с цифрами итогов голосования происходили какие-то манипуляции. Эти данные не отражают реальный выбор избирателей. Как его читать? По оси Х была отложена явка. По оси Игре количество голосов, которые кандидат набрал при голосовании. Например, на избирательных участках, где явка составила 52%, зеленый кандидат набрал 20 тысяч голосов, а красный кандидат около 5. И последний момент. С помощью такого математического анализа можно посмотреть, какое количество так называемых аномальных или нечестных голосов среди всех проголосовавших. Они на графике отмечены розовой штриховкой. Отсюда вытекает логический вопрос. Давайте посмотрим, были ли выборы президента 2018 честны. Что мы видим? Да, нарушения были. Около 10 миллионов аномальных нечестных голосов среди почти 73 миллионов всех проголосовавших. Это примерно 13% избирателей. Отсюда вопрос. Значит, выборы были нечестные? Отвечаю. Выборы были честные, но не везде в России. Получилась такая ситуация, что в ряде регионов нашей страны выборы президента прошли без больших нарушений. А в некоторых были откровенно нарисованы итоги голосования. Вот смотрите. Это голосование в Москве. Тут только один пик на графике и всего 53 тысячи аномальных голосов. Это примерно 1,5% от всех проголосовавших в Москве. Здесь с 2012 года происходят одни из самых честных выборов в стране. Это было вызвано частыми большими митингами. И власть здесь не решается идти на фальсификации. Вот эта ситуация для Санкт-Петербурга. Тут чуть похуже, но все равно достаточно честно проходит голосование. Новосибирская область. Это республика Крым. Тут просто бешеная поддержка Путина и в самом деле. Крымчане подтвердят. И это показывает график. Моя родная Иркутская область тут тоже честно провела выборы. А вот регионы, где власть пошла на фальсификации. И именно там и возникла львиная доля аномальных голосов от тех 10 миллионов, которые мы с вами смотрели чуть ранее. Здесь очень многое зависит от губернатора или главы республики. В том есть фальсификации или их нет. Вот, например, Липецкая область. Почти 25% нарисованных голосов. Кемеровская область. Тут практически 50%. Чеченская республика. Здесь, к сожалению, нет стоящих честных выборов. 80% аномальных голосов. Мордовия. Тут тоже около 50%. Нечестноты, к сожалению. Полный список графиков будет по ссылке в описании. Там вы сможете посмотреть свой регион. Так или иначе, судя по данным, Владимир Владимирович победил и без накруток. Да и в целом, как бы это ни звучало, на фоне 10 миллионов аномальных голосов, эти выборы прошли честнее, чем другие. Да, явка была бы пониже, но победа Путина не должна вызывать сомнений. Если хотите, могу сделать похожее видео по выборам в Госдуму и предыдущим выборам президента. Посмотрите, какая жесть творилась там. Ну, на этом все. Вы были на канале Простая Политика. Подписывайтесь на канал. И до встречи.